Всем привет! С вами Евгений Соловьев, Дмитрий Лысенко за камерой И вы на канале Автология Сегодня на тесте, у нас на длительном, полноценном тесте Две недели мы гоняли эту машину Ну, такой, отчасти, может быть, спорный на вид автомобиль Да, он китайский, называется Gili Tugela Но при этом стоит почти 3 миллиона рублей И сегодня мы постараемся разобраться Можно ли вообще покупать этот автомобиль? Кому его можно покупать? Зачем? Насколько он надежный? Насколько он безопасный? В общем, на все вопросы мы сегодня ответим Начнем с внешнего вида А он здесь просто отличный, отменный Тачка у нас в модном сегодня кузове кросс-купе Его делают сейчас не только китайцы, да, его делают немцы Все, новые-новые модели у нас появляются Потому что еще востребованный оказался кузов Двадцатые, огромные двадцатые колеса Лет-оптика Ну, здесь вообще, я не знаю, до чего докопаться Выглядит она действительно очень-очень круто У нас под капотом двигатель от Вольво Двухлитровый, 238 лошадиных сил Турбированный Забегая вперед, скажу, что его Его конкретно хватает, да То есть он вообще прекрасен Восьмиступечный автомат Асин Хорошо знакомый, надежный Вопросов вообще никаких к нему тоже нет Тележка платформа Построена на той же базе, на которой строится сейчас Вольво Общая платформа с Вольво Почему? Если вы еще не знаете, Джили много лет назад Спасла Вольво от банкротства, от разорения Купив этот концерн Ну и, соответственно, повзаимствовала все технологии Включая эту самую платформу Казалось бы, тоже нет вопросов Автомобиль надежный Но вопросы есть у Димы Так, ну здесь ни добавить, ни убавить Женя, соглашусь по всему, чему он сказал Крут, смотрится туда-сюда Но у нас один вопрос появился Должно ли быть столько сажи на выхлопных трубах Не знаю, как вот видно вам на камеру Вживую, мне кажется, ее видно лучше Потому что я снимал на телефон уже Должно ли быть столько сажи Причем на обоих патрубках Слава богу, кстати, что они не фальш Типа не фальш, это, конечно, накладки, но они не фальш И вот столько сажи Давай, на самом деле Когда касаешься вот у этой машины К той или иной вещи Сразу хочется рассказать И про тонкости И про удобство, и неудобство Но боюсь, что мы сейчас рассечемся Значит, вот по древу И толково ничего не скажем Значит, багажник Ну, для таких автомобилей Мне кажется, он сойдет Тут явно нет намека на то Что вы будете грузить его под самую завязку Два чемоданчика Там какую-нибудь спортивную сумку Кинули, поехали на ней Значит, где-то Я хотел сказать, пониться, кататься Ну, понимаешь, что Джили пониться, кататься вряд ли будет Перемещаемся за руль И что сразу же Лично для меня показалось Очень неудобно То, что этот автомобиль Видимо, насколько я понимаю Он делался для китайского рынка изначально Для китайского потребителя Как вы знаете, китайцы Они ростом в среднем Все-таки ниже, чем славяне И вот смотрите Я пытаюсь поднять подголовник На безопасную для меня высоту Я не могу этого сделать Я не могу подголовник Поднять на уровень макушки И дело не только в подголовнике Вообще, в принципе Усеться в этом автомобиле комфортно Так, чтобы ездить Мне было комфортно Я могу только достаточно высоко Но вот сейчас Автомобиль после Димы То есть не я его сейчас настраивал, да? Но сидеть низко Я молчу про то, что сиденье Вообще, в принципе, не опускается Очень низко Вот Но сидеть мне в нем не очень удобно Вот, честно скажу У меня рост метр восемьдесят Вот мне очень интересно будет послушать Диму Он дальше расскажет Как ему, насколько ему удобнее Потому что он все-таки пониже ростом Для меня вот я Просто сразу бы для себя Отмел этот автомобиль Именно из-за того, что он рассчитан На меньший рост Хотя в целом все удобно Вообще вопросов нет Сиденья формованы хорошо Отделаны кожей Руль приятный кожаный То есть в этом плане все отлично Но вот с ростом не угадали Давайте посмотрим Помещусь ли я вообще сам за собой сейчас Вот сзади я попробую пересесть Посмотрим, насколько здесь На заднем ряду будет удобно О, а вы знаете А я сейчас даже поместился сам за собой Не считая того, что подголовник Мне жмет в лопатке Если я его подниму Опять же, видите где он То есть он мне не обеспечит Никакой безопасности абсолютно То есть если здесь сядет ребенок То нормально Взрослый человек в случае ДТП Здесь просто сломает себе шею Поэтому опять же Автомобиль рассчитан на людей меньшего роста Вот сейчас Еще раз скажу, что до меня Дима настраивал здесь Поэтому у меня здесь в принципе место есть Я могу здесь даже в дальнюю дорогу отправиться Когда же я сам ездил То сам за собой И под себя нормально Я настраивал сиденье Так чтобы мне было комфортно ездить Мне было бы уже не сесть Давайте сзади посмотрим Видите, у меня есть рюкзачок помещается Да, это вот я сам с собой сижу Потому что достаточно близко придвинулся Зато здесь есть у нас два USB И подогрев сидений И даже есть У нас О, смотрите какое Лак рояльный Вот так вот Маевых Мнение другого члена команды автологии Первое Здесь есть память Если мы говорим про посадку То в принципе Когда глушь машину сиденье отъезжает Потом она соответственно принимает Настройки там первого либо второго варианта Здесь их два В принципе круто Сидушка короче То есть даже мне с моим небольшим ростом Там 173 Вот здесь хочется в ногах Чтобы это было побольше Сами сиденья на самом деле Довольно удобные Я не могу сказать Что есть какой-то дискомфорт Поначалу Когда вы садитесь Вам вроде хочется Каких-то еще настроек Чего-то еще И мне кажется Здесь вот Возможно действительно На национальную особенность Сделано Смотрите что Здесь у руля нету По выносу Вот то максимально Насколько он выдвигается Этого не хватает То есть хочется еще И подальше Отодвинуться от педалей То есть как будто Вот не хватает настройки Но в принципе Ты вроде помучаешься Помучаешься сюда-сюда И потом там день на второй Ты уже вроде как-то не замечаешь На то что тебе не хватает То есть я вот сижу Мне нормально По подголовнику У меня все нормально Тут вопросов нету Все остальное Ну как бы сносно То есть нет какого-то Ярого дискомфорта Или наоборот А интересная особенность Что я могу отсюда Регулировать вот это сидение Вот здесь кнопочки сбоку То есть это в принципе Знаете как сделано Обычно в премиальных автомобилях Ну совсем в премиальных Когда значит шеф у вас Сел назад Вы значит можете вот сидение Так вот подвигать вперед-назад И еще одна особенность Я сейчас как раз про нее вспомнил Когда Женя начал трогаться Машина не очень охотно трогается Когда вы не пристегнут Ремнем безопасности И наверное это первая машина Спустя много десятилетий Когда у меня была 2108 У которой у меня есть проблемы с ремнем То есть я кцепляю ремень И он постоянно то заедает Значит то цепляется То ли он настолько чувствительный То ли Ну может быть я просто не привыкну К этой машине Но у меня в других машинах Такой проблемы не было То есть я частенько там Хватаю ремень Тык он затыкнулся Тык и опять И вот к этому надо привыкать Это вот те самые мелочи Про которых мы наверное Сегодня будем говорить очень много Так теперь мы переходим К вот этой всей красоте Первая Значит смотрите Пластик мягкий Вот этот совсем мягкий Но у меня есть буквально Вот всегда мы будем отвлекаться На эти мелочи Которые вроде как хорошо Но вот эта вот хромированная штука У меня лично в солнечные дни Она прям вот посередине экрана Она меня довольно сильно отвлекает Посередине господи экрана Посередине стекла Она меня отвлекает Не помню что на других машинах у меня так было Следующее Вот в этой части Вот этот серый полосатый пластик Такой рябой Смотрится прикольно Но когда я сижу смотрю Вот там где площадь его большая Я сразу понимаю Что это деревянный Довольно такой простенький пластик С простой текстурой Вроде хотели сделать Ну наверное знаешь Под такой какой-то Полированный металл Что я не знаю Или какой-то грубо обработанный металл Но ты понимаешь Что это пластик Дальше Вот по сиденьям Тут все круто Тут вот к материалам К прострочкам Вообще вопросов никаких Кнопочки хромированные Подголовнички двигаются Здесь все круто Мультимедиа Когда включаете Соответственно Ну заводите машину Да Здесь загорается надпись Которая гласит нам О чем Женя Что он сделал на андроиде Да Но у них своя оболочка И вот здесь Почему-то сразу возникает вопрос Что с китайцами не так Потому что Качество шрифта То как он сделан Ты такой думаешь Ну почему вот здесь Чуть-чуть не доработали Вот почему чуть-чуть не доработали Потому что смотрите Как-то вот Шрифт Хочется поменять С учетом того Что я вроде как бы Не дизайнер Я не Сильно требовательный На эту тему Но Ну как-то все Как будто не доделано Вот серьезно То есть мультимедиа Вроде бы Можно на андроиде Сделать вообще Шикарную оболочку Может быть они конечно Над этим поработают Когда доделают ее Но вопрос такой Очень интересный Я давно такого не видел То есть сделано Сенсорное управление Вроде громкостью Но вот здесь шрифт И иконки Включения Выключения Ну это прям совсем По-китайски То есть мне кажется Это надо было сделать Более как-то эргономично И громкость Вот честно Давно я не помню Такого Что ты сразу О-о-о А где-где-где Включить А вот здесь пальцем Ты только вспоминаешь Что у тебя здесь Да быстрее догадываешься Что у тебя на руле Почему нельзя было сделать Например вот здесь Какое-нибудь колесико Как вот здесь сделан цвет Или вот такое колесико Красивое Было бы вообще шикарно Как сделать например Ауди Раз-раз-раз Кстати нам тут сказали Что из-за большого количества роликов Мы амбассадоры вага На нашем канале Да ладно Да Ну не суть Значит кондиционер Смотрите То есть Подожди Амбассадорам ауди Что там что-то неплохо платит Машина дает Да Что нам дают Нам Нам не надо покататься Вот смотрите пожалуйста Вот про что я говорю Значит посмотрите Вот верхний шрифт Он неплохой Да вот авто написано АКЮС написано Ну как только Ты спускаешься Глядом ниже Слово синхронизация Написками-то убогим Убогой кириллицей Вот это тоже как-то Ни туда ни сюда Так пробуем подрубить Мерлинк Берем мой кабель Простите что он такой Так вот нули вот туда Теперь мне надо В телефоне Включить вот этот Изи кон Не сказал бы что он Изи Но выглядит вот так вот Это только советы Как подключаться Но он совершенно бесполезный После этого В головном устройстве Вот Подключено Нажать О И вот таким вот образом Я буду видеть Свой мобильник И теперь то что я буду делать Вы прикиньте Просто масштабы Ну давайте запустим Например Карту Да Вот навигация выглядит так Прикиньте так ехать Причем Сюда не нажать То есть нажимать Я должен только на телефоне Ты нажал на телефоне Маршрут построился А теперь лайфхак Я беру телефон Аккуратненько Поворачиваю Оп Этого даже помнишь Кульдеев не нашел Ну правда У меня опять вылетел О Там конечно же не работает Надо нажать на телефоне Поверните направо Ну вот так вот Ездить в принципе Может Если бы оно не отваливалось Там есть вариант по Wi-Fi Но видимо Тут для андроида Потому что Айфон у меня так Не подключился по Wi-Fi Здесь Вообще отдельный разговор Вот этот экран Он смотрится неплохо Он читается неплохо Но у меня опять вопрос Шрифт белый Прикольный Вот этот шрифт Вроде похожий Хотя мне кажется Это не он А вот слово Одометр И запас хода Но опять Это почему Третий или четвертый шрифт Который здесь используется И он убогий Причем вот Километров в час Вот мне кажется Даже шрифт опять же другой Слово Trip Написано нормально Вот здесь КМ написано Вроде как тоже нормально Ну то есть Вот эти вот мелочи Все которые Вот ты видишь Все так И хочется Что-то вот сказать Вот такой Ну тут неудобно Тут как будто Знаете Делали 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 Сделали на 90% И вот 10% Как будто Либо поленились Либо еще пока Не умеют Что-ли можно так сказать Следующий вопрос Вот смотрите Пожалуйста вам Пищалки Они же Twitter Да То есть сделаны Вот в таком Красивом узоре И орнаменте Во-первых Я процентов На 90% Уверен Что это не металл А пластик Это первое И здесь он смотрится Еще симпатично Да То есть Ну есть намек Наверное На мерседесовский Этот Бурмайстер Вот здесь Он пластиковый Ну я Когда сижу Я понимаю Что это за узор Но в принципе Я не вижу То есть Отсылки нету То есть Ну какая-то странная штука Окей Но вопрос А вот здесь Зачем этот узор То есть В системе Кондиционирования Или там Климат-контроля Да Зачем на вот этих рукоятках Черно-красный Вот этот узор Я изначально думал Что изоленту забыли снять Непонятно Вот он здесь Есть этот узор Вот еще одна мелочь Смотрите То есть Логично Вот как вы думаете Вот по форме Вот этой штуки Это для чего Ну естественно Все скажут Для телефона Да И по идее Вот он конечно Он ложится сюда Телефон Хорошо Но Место для Беспроводной зарядки В принципе Для телефона Подразумевается Вот здесь Вот То есть Я должен вот сюда Каким-то образом Каким-то боком Положить руку С учетом того Что здесь бортик Не плотный На повороте Вообще Я думаю Он легко соскользнет То есть Вот я его пальцем Чуть-чуть толкнул Он уже вылез Это раз USB Ну окей Включил Провод болтается Тебя может быть Не раздражает Но вы поняли Что вот здесь Он прикуриватель Это же вообще Ну то есть Ну как это И я не совсем понимаю Почему нельзя было Делать вот здесь Зарядку То есть Вы положили телефон И все И ушли А здесь Как раз Делать какой-то Большой лоточек Ну еще буквально Пару штрихов Это первая Ручка Она довольно Космическая К ней Действительно Быстро привыкаешь Но когда На нее смотришь Под разными углами Тебе кажется Что вот Ну как-то Можно сделать Было что-ли Помассивнее Вот Подлокотник У меня Хорошо Рука сюда Ложится Вот дотягиваюсь Я думаю У Жени Рука Даже подлиннее Ему еще удобнее Вот эта штука Когда сидишь Особенно на пассажирском сидении Тоже тебе кажется Как будто Это из какой-то Из какого-то Корейца Б-класса Самого дешевого Ну то есть Либо надо было делать Металлическую Либо может быть Структуру какую-то Другую И последнее Что я хочу сказать Поскольку Управление на руле Все автопроизводители Делают логическими Какими-то Понятными И так далее То здесь Ну может быть Мы конечно Действительно Избалованы немцами Я значит Стал искать Как включить Бортовой компьютер А оказывается Зачем-то Они сделали Переключение Например Запаса хода Расхода И всего Что вот Например Сейчас отображается В левом колодце Вот здесь С торца Вот То есть До этого Реально надо Допетрить И поскольку Ты зачастую Ты видишь Вот здесь Менюшки Здесь видишь Кучу стрелочек Ты начинаешь Управлять ими А этого Там нету Что касается Кнопочек на руле Я в общем-то Привык Достаточно быстро А вот В чем Дима Сильно ошибся Это подлокотники Потому что У меня локоть На него Не кладется И К сожалению Вот так Мне было бы комфортно Я могу положить локоть Все было бы хорошо Как я привык В автомобилях Группы VAC Например Но Он не регулируется По высоте Он все время Внизу И поэтому Либо я езжу Такой весь Искривленный Либо Я не могу Им пользоваться Варианта два А еще Он из очень странного Материала Который вроде бы Прикольный Но Очень пачкается Всякая шерсть На него Особенно Собаки Липнет И так далее Что касается Вот этого всего Много Я смотрел Ских обзоров Где люди ругают Что неудобно Паркинг Там непривычно Кнопка Это я очень быстро привык У меня вообще нет вопросов У меня вопрос К тому что Я не могу Передернуть Спорт режим И чтобы не Передернуть Спорт режим Я должен Крутить Вот эту шайбу И вот здесь Начинается Самый большой Ад Потому что Режимов здесь Глубокий снег Бездорожье Спортивный Экономичный Комфорт Вот их сколько Пять штук И я не могу Быстро включить Тот режим Который мне надо То есть я должен Всю эту карусель Либо в одну Либо в другую сторону Крутить И смотреть Чего у меня там происходит Чего я выбрал То есть если мне Надо быстро ускориться В своей машине Раз рычаг на себя И поехал А здесь я должен Сидеть Педалировать Выбирать Так где здесь спорт Ай проскочил Ай вернул назад Так нажал После этого здесь красота Все Здесь там графика Все поехала Машина У меня включилась Другая приборка Которая честно говоря Абсолютно не информативная Но видимо так Китайские производители Представляют себе Спортивный режим Мне кажется Все приборные панели Все скины Кроме скина комфорт Рисовались А бы было Просто чтобы было Типа что-то Вау 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 Что-то крутится Что-то красивое Они все не читаются Читается только Скин комфорта Слава богу В мультимедиа Можно принудительно Включить Чтобы он во всех режимах Был Это очень удобное решение Я надеюсь Производитель Как-то в будущем Об этом позаботится Что еще у нас здесь Противобуксовка Выключается Автохолд Ручник Кстати на ручник Машина стоит сама Когда вы в паркинг Переводите И это круто Потому что В автомобиле Которому я привык Скажем так Нужно все-таки Это вручную делать Здесь она автоматически Потягивает ручник Спуск с горы Помощник ассистент И камеры 360 А вот камеры Очень хорошего качества Потому что посмотрите Вот это двери Да Докуда они откроются Соответственно Когда вы приезжаете На парковку Вы видите У вас пассажиры Долбанул соседнюю машину Или нет Качество реально Как в Audi То есть Вспоминаю японцев Тот же Nissan Ничего подобного Там нет Вот там Дима стоит Перекур у него Да Сбоку Вот сзади Там башня у нас Слева Хотите режим 3D Причем он такой Прозрачный Ничего не тормозит Все летает Вот опять же У нас там Дима Да И все это Удобно Классно Я видел как Дядького дворя На BMW X7 Протискивался между Двух машин Высовываясь Там на половину корпуса Здесь как бы Такой проблемы не будет Все видно Все очевидно Все классно Здорово Кстати смотрите Какой офигенский ключ Просто гоночная машина Но расположение кнопок Опять же неудобно Потому что непривычно Почему открыть Само вверху Почему не внизу Непонятно Здесь логотип Пора поговорить Про остальное Пока мы не забыли Значит еще одна Особенность Во первых Сейчас вставляли ключ Скажите Вот для ключа На самом деле Вроде как Судя по рисунку Для ключа Вот здесь Но тут эта штука Интересна вся тем Что здесь есть кнопочка Которая включает Подогрев Подстаканника Для того Чтобы вы Соответственно Кофе свое Не быстро охладили И чтобы у нас еще Долго было теплое Удобная наверное Штука для тех Кто в машине пьет кофе Я наверное Кофе много не пью А если нажать еще раз То включает Охлаждение Подожди Кло он свет и сейчас Подогрев Охлаждение И вот эта штучка Вот здесь ничего не греется Не охлаждается А вот здесь все работает Только подойдем Подстаканник Вот здесь вот У стаканчика Вот такой вот Снизу ребра такие Мне интересно Насколько это вообще Рабочая тема Я хочу вот что сказать Значит Мне кажется Что вообще В принципе Сегодняшний автопром И отношение к нему Можно описать Той историей Которая произошла Со мной и с Женей Значит Женя поехал Забирать машину Только он ее взял Значит Записывает мне голосовой О кстати По подголосовых Еще отдельная история Записывает мне голосовой Блин Не Ну короче Это китаец Короче Все понятно Там туда-сюда Тут не сесть Не лечь Не встать Не то Не сего Короче Не Все понятно Проходит час Он записывает Не слушай Ну в принципе Я тут настроил На остальное Все конечно Хлам Короче Туда-сюда Короче Все таки китаец Проходит еще час Он не запишет Сказать еще голос Нет слушай Ну валит нормально Стоит нормально Все остальное Конечно так Проходит еще час Он мне уже такой Нет, слушай, тут офигенный, короче, этот адаптивный круиз-контроль И вот так потихонечку, потихонечку, потихонечку происходит привычка к этому автомобилю Я не знаю, как у тебя произошло за неделю У меня лично, я в какой-то себя момент поймал Там, спустя, наверное, дня 4-5 Что вот если меня сейчас посадить в эту машину, завязать им мне глаза И я не буду знать, что это за машина Я никогда не скажу, что это китаец, что это джиллит, там, тугел или не тугел Или какой-либо, ну, другой китаец Потому что ты действительно в ней едешь, как в стандартной, какого-то там стандартного класса Непремиальной, хорошей просто иномарки Как бы, может быть, там и вак, и не вак, ну, без разницы То есть просто хорошая иномарка с нормальной шумоизоляцией, там, наверное, в этом ценовом сегменте Хорошо стоящая, там, нету лишнего шума, гамма, вот чего-то, чего-то Но мелочи все же есть Вот одна из мелочей, про которую я хотел поговорить, музыка То есть вроде как бы, особенно с учетом вот этих вот пищалочек Вроде как ты думаешь, она должна быть какая-то премиальная и хотя бы хорошая Но она здесь очень посредственная И даже с учетом того, что мы с Женей не являемся какими-то меломанами Не любим там настраивать целую кучу всего вот этого в эквалайзере Но понимаешь, что музыка как будто играет где-то вот, где-то как будто бы из ведра То есть не сказать, что сильно плохо, но хочется все-таки получше, давайте будем честны Как машина едет? Вот что чувствую я? Я чувствую первое, очень большой вес То есть вот знаете, когда ты говоришь, там, вот оно топит, не топит, мы об этом часто разговариваем И иногда даже спорим Ты же все понимаешь ощущениями, вот и я понимаю, наверное, больше всего импульс То есть то, что там написано в паспортных характеристиках, это все написано в паспортных характеристиках Самое главное, наверное, это ощущение И вот здесь для меня импульс То есть я чувствую, что эта машина, она, кстати, весит тонна 815 Возможно, даже потяжелее в зависимости от опции, от комплектации или еще от чего-то Ну, в общем, ты понимаешь, что это действительно тяжелый автомобиль Что вот ты давишь на газ, она вот откуда-то снизу начинает двигаться И вот этот импульс вместе с этим весом, он прям вот эту машину несет Благодаря этому весу машина очень хорошо стоит на дороге Действительно очень хорошо стоит на дороге Она хорошо проезжает всякие там рельсы, какие-то там трамвайные пути, возможно Какие-то препятствия, лежачие полицейские То есть вот действительно, управляя этой машиной, ты понимаешь, что это какая-то дорогая типа машина Вот по тому, как она едет Наверное, мы сегодня еще не раз упомянем, что тут надо отсылку делать к Вольво К разработчикам Вольво, к технологиям Вольво Но на самом деле, вот что касается тележки, двигателей, коробки У меня вопросов не возникло никаких Нам показалось, Жене, очень странно то, что он очень как будто маленький бак То есть когда ты заправляешь бак, здесь цифра, которая показывает запас хода Сколько там? Даже 400 нет Там что-то 320 или 360 он почему-то показывает Насколько его хватает, пока тоже я не понял Женя поделится своими ощущениями Действительно здесь шикарный круиз-контроль Причем он считывает, помимо того, что разметку Разметку он считывает в отвратительном состоянии Он даже считывает иногда не разметку А знаете, когда кладут новый асфальт И между полосами, вот шириной, как укладывали полосы Промазывают, значит, битумом просто потолще Так вот, он это воспринимает, соответственно, линию тоже как разметку То есть он понимает, что вот здесь что-то проходит И он бордюры все воспринимает, соответственно, ну, как какие-то края Какие-то вещи, за которые заезжать нельзя Помимо этого, он считывает сплошную линию И считывает прерывистую линию Он считывает, соответственно, повороты Единственное, я не совсем понимаю Он это считывает все-таки камерами Или считывает при повороте руля Или совместно он это делает И так, и так, для того, чтобы было понятнее, что и как Так он еще и отслеживает автомобиль И автомобиль, лично я максимум насчитал, сколько он может отслеживать Это еще четыре автомобиля То есть он в правой, в левой полосе отслеживает Минимум по одному автомобилю И перед вами может два автомобиля держать в зоне видимости Так он еще и цветом вам подсказывает, соответственно Что вот этот автомобиль находится на плюс-минус безопасном расстоянии И двигается там с плюс-минус безопасной скоростью Показывает, когда вы начинаете поддавать Ну и, соответственно, если какая-то опасная ситуация Тоже все сигнализирует вам то, как положено или не положено Считывает знаки И я на самом деле помню еще, когда я тестировал XC90 Тестировал XC90 Там мне понравилось, как считываются знаки Здесь это сделано тоже классно Но потом я понял, что на самом деле в нашей стране бессмысленная вещь Но только вот может быть, когда загорается 40 И вы понимаете, что это как ограничение Потому что у меня было так Подъезжаешь к пешеходному переходу Ты видишь знак 40 У вас здесь загорается 40 Тут же за переходом какой-то поворот или вообще поворот А машина вам продолжает показывать 40 И то есть вот это может немножечко вводить в заблуждение То есть здесь может быть чисто как уведомлением пользоваться вот этой штукой Можно круиз-контролем здесь, соответственно, на руле Управлять так, что вы его можете включить И даже тронуть машину с места вы можете кнопкой Что, кстати, не везде есть На других круиз-контролях надо педаль нажать Здесь вы можете прям кнопочкой два раза нажать У вас машина поедет Но скорость он набирает довольно плавно То есть вот на других автомобилях Ну, лично я помню так, что если у вас там едешь со скоростью 50 У тебя запрограммирован круиз уже на 70 Ты включаешь круиз, он сразу раз так и принимается Здесь она очень плавно и не спеша начинает набирать вот эту скорость Которая не хватает до круиза Мне кажется, что это можно было сделать побыстрее Все, больше про круиз сказать нечего Классно, круто А, вот там мелочевка Вот загорелся знак 40 Я сразу вспомнил эту мелочь, которую сказали Нарисовали знак 40 Ну, почему цифра 40 не посередине? Вот почему и не могли это центровать? Ну, почему она выше вот середины? Ну, как так можно было сделать? Ну, это же реально бросается в глаза Это же те мелочи, которые как раз подчеркивают статус автомобиля Самое первое, вот я сейчас сел за руль последимо Вот так уж это, а это сидение Я это обнаружил, как только сел эту машину в Москве Вот, может что-то не дотянуто Не знаю, но выглядит странно Кстати, вот интересно Иногда сама снимается с ручника, когда едешь А иногда нет, я не понимаю, с чем это связано Иногда ты трогаешься, она как-то не едет А иногда раз снялась, поехала От чего зависит, непонятно Все, что сказал Дима про ассистенты Все истина так и есть Я согласен абсолютно со всем Ассистент Адаптивный круиз, на мой взгляд, работает лучше, чем в Аге Да, действительно, долго набирает скорость Но зато много других флюшек Ну, единственное, дополню про ассистент удержания в полосе Что он, собственно, не удерживает в полосе Он только вибрирует Да, несмотря на то, что он шикарно считывает разметку Но, к сожалению, он именно как ассистент не работает Это подсказывает Нажмем на газ У машины нет кикдауна Что, собственно, свойственно многим американским автомобилям и китайским Для меня это, скорее, минус Потому что она начинает валить практически сразу Но, с другой стороны, она очень хорошо сонастроена Здесь у нас полный привод Муфты пятого поколения Борд Варнер Здесь у нас, как я уже говорил Двигатель 238 лошадей Турбированный от Вольвы Асин восьмиступенчатый И все это сонастроено Очень отличаются китайские автомобили Сколько раз я смотрел Пробовал Нет вот этой сонастройки То есть все живет само по себе Все отдельно Двигатель отдельно Коробка отдельно Педаль газа отдельно А здесь, как бы, вообще не придраться То есть с этой точки зрения я еду, как, ну, как вольве Дорогу держит Великолепно Я офигачивал 150 По колее Вливий Приводливной дождь Выставился Ничего не видно было Я включил себе, соответственно, ассистента Чтобы он, если в случае чего машину осаживал Выставил дистанцию максимальную, естественно Ехал вообще не напрягаясь Машина великолепно держит трассу Просто великолепно Немножечко меня подвеска смущает Потому что она такая прыгучая На лежачих полицейских Чтобы Брам-брам-брам-брам Вот это все происходит Но Зато у нее клинис 25 миллиметров То есть на ней реально еще с дороги можно съехать Учитывая, что здесь нормальная муфта Все То есть никаких вопросов к ней, собственно, и нет Расход топлива по трассе у меня был от 10 до 11 с половиной литров Но, правда, трасса это автомагистраль, да Где можно ехать 130-150 В дождь я ехал От 10 до 11 с половиной литров был расход Вот так Кушает она много Бак очень маленький Я как на электромобиле Вот честное слово Я только ехал и думал Где заправка следующая И чтобы я обязательно на нее успел На эту самую заправку До того, как у меня кончится топливо Я когда заправил полный бак Как я уже говорил У меня запас хода был 545 километров Очень странно идет расчет Объясню, почему Я Значит, на полном баке У меня показывал 545 Я проехал, наверное, километров, мне кажется 130, может быть, 150 У меня ушла четверть И мне стало показывать Что у меня осталось на 280 километров То есть из этой логики Если изначально у меня было 545 Потом, соответственно, четверть я потратил И показывал 280 Изначально вроде как он должен был показывать Чуть ли не на 1000 И вот сначала как будто идет большой срез По запасу хода А потом он как будто бы удлиняется Хотя я еду по автомагистрали И здесь у меня просто максимально ровный Практически одномоментный Однотонный такой ход и расход То есть я как выехал Я поставил на круизе Соответственно, нужную мне цифру И все, я еду Сейчас утро Я здесь не притормаживаю Никак не забавляю Практически в ход Как еду, так и еду И вот такой вот очень странный Расход и показания Управляется машина отлично Плюс здесь есть настройки руля Если вы эту шайбу покрутите Докрутите, скажите, до нужного положения И угадаете То действительно Все работает, отзывается То есть я когда еду в этой машине У меня вообще нет ощущения Что я еду в китайском автомобиле В том плохом, скажем так Смысле, в котором Мы привыкли как-то вот О них отзываться Потому что понятное дело, что Китайский автопром молодой Развивается еще только И поэтому Такие отзывы Но здесь все очень хорошо Я скорее скажу, что я еду в Вольве Чем в китайском автомобиле Ну и недалеко это от истины Потому что действительно Мы имеем дело С платформой Вольво Да, и у меня такое ощущение Что они Что сделали Они сделали салон на более маленького человека Причем Дима Никого дискомфорта не испытывает То есть если у вас 173 Покупайте смело Если у вас метра 80 Очень хорошо Тестируйте эту машину Очень хорошо смотрите Потому что Мне Вот Я нашел на себя удобное положение В которое могу долго ехать Но Скажем так За 3 миллиона Я бы нашел машину В которой мне удобнее сидеть Вот как ни крути И дело не в том, что она плохая Она хорошая Это действительно Очень хороший автомобиль Действительно Я от него кайфую И отзывчивый очень И наваливать можно Смотрите О, нажал И полетели Уху Но это не спорт режим Поэтому она так поплавнее Да, вот так нет кикдауна В спорт режиме Она едет хорошо Я, кстати, замерял разгон Итак У нас 7,5 секунд Хотя заявлено 6,6 Но я не укушал Никонюк Ничего Я вот один раз даванул Сразу попробовал И все То есть Может быть 6,6 Или как минимум 7 секунд Из нее выжить можно В целом То есть С динамикой Здесь все очень хорошо Здесь ее хватает На 100% Что касается Максимальной скорости Заявлено Там, по-моему, 210 Я так Ну, попался На закрытой полигоне Значит На аэродроме Специальном Вот Где все было Для меня оборудовано И я попробовал ее разогнать И когда она подходит 200 Она начинает стухать И вот она там 197 198 Потом опять Бум 195 196 197 Вот так вот То есть У нее 200 Это уже такое Ну, практически Уже потолок У этого автомобиля При этом Держит трассу Она, несмотря на свой клиренс Несмотря ни на что На этих 200 Отлично То есть Все в этом плане Замечательно Прекрасно Про тормоза Вот Дима говорит Что ему немножечко Не хватило На мой взгляд В общем-то Нормальные тормоза На мой взгляд Для этой машины Их хватает Единственное Что, наверное Хотелось бы Чтобы они были поострее Все-таки Они такие Достаточно ватные Вот Хотелось бы Поострее Но в целом Как бы На мой взгляд Они машины Нормально останавливают Совершенно Итак Те кучи вопросов Которые мы задали Вначале Наверное На них надо Ну хотя бы Поразмышлять В общем Какие у меня мысли Во-первых Китай Сегодня Точно Приблизился Как минимум Корейцам Если уж Не к немцам Или еще К кому-то Благоблаго Они могут Использовать Технологии Тех же Шведов Но Посмотрите Джили Сейчас И например Их модель Кулрей Которая стоит Сколько-то Миллион Триста По моему Старт Это сейчас Самый продаваемый Китаец В России Вот За 2021 год И я думаю Что тенденция Так в эту сторону И пойдет Вопрос Просто Именно конкретно Про эту машину То есть У вас есть Три миллиона Я не совсем Понимаю Значит Какими запросами Должен обладать Человек Который Посмотрит На эту машину То есть Если у вас Есть Три миллиона Ну у меня Первое Что приходит В голову Из того Что мы Тестировали Это дизельный Соренто Прайм Например Нашего Страховщика Кости 2800 Тут такая же Цена Для меня Кодиак Он В полтора Раза Будет Больше По размеру Во вторых Дизельный А дизельный Кодиак Стоит Три с половиной Поэтому Он уже Здесь Не прокатывает Вот Поэтому Там он Был Семиместный Насколько То есть Машина Там реально В полтора Раза Больше Но даже Если Кодиак Пускай Рассматривает Какую-то Другую Комплектацию Точно Так же Машина В полтора Раза Будет Больше Чем Это По Функциям И по Опциям Под движку Ну Там Дизельный Был Посильнее То есть Для меня Вопрос Какими Опциями Все-таки Должен Обладать Точнее Запрос У человека Что Сказал Мне Подходит Соответственно Либо БМВ Х6 Вот Такой-то Кузов Мне нравится Либо Соответственно Джили Тугел Но Есть У меня Только Три Миллиона Покупаю Тугел Ну Не Х6 Наверное Все-таки Х4 Потому Что Они Вообще Практически Одного Размера Да Говорил С Х4 И Я Попробую Ответить На этот Вопрос Во-первых Давайте Сложим Все Что Мы Знаем Про Эту Машину У Нее Офигенный Полный Привод У Нее Здоровый Клиренс У Нее Мощный Двигатель Она Выглядит Стильно Вот Как Б И Все Человек Который Хочет Гонять Зимой Хочет Не Стесняться На Дачку Еще Что Что То Который Хочет Выглядеть Стильно И Значит При этом Хочет Быстро Передвигаться По Городу Потому Что Джек Кодиак Например Он Так Не Едет К Эта Машина Едет Действительно Очень Хорошо Она Гораздо Резвее Динамичнее И Интереснее Дальше Вы скажете Ну Блин Он Будет Ездить Со Значком Джили И На Него Будут Странно Смотреть А Вот Не Будут На Него Странно Смотреть Я Уже Это Понял Еще По Дороге Из Москвы В Питер Потому Что Здесь Огромное Количество Людей Которые Либо Рассматривают Китайский Автомобиль К покупке Либо Его Уже Купили И Топовый Китайский Автомобиль Для Этих Людей Это Просто Что Божественное На Тебя Все Смотрят Тебя Задают Какие Вопросы Пока Пока В Сознании Русского Человека 3 Миллиона Китайский Автомобиль Пока Еще Не Укладывается Именно Об Этому Говорят Продажи Вот Кулрей Атлас Пожалуйста Машины Которые Стоят По Полтора Миллиона Они Расходятся Просто Как Горячие Пирожки Потому Что Действительно С тем Набором Опций И Соответственно Этой Цены Конкурентов Практически Сегодня На Рынке Нет А уж Тем Как Ведут Себя Дилеры Про Это Вообще Можно Отдельную Историю Снять То Вам Проще Пойти Туда Купить Эту Машину И Действительно Не Пожалеете Две Загвоздки Пока Еще Ментально Сидит Что Это Китайский Автомобиль Ну И Возможно Пока Еще Не Такая Ликвидность На Вторичном Рынке Все Но Пройдет Еще Года Два Три Я Думаю И Уже Эти Машины Будут Восприниматься Абсолютно По-другому Вот Есть Кстати Говорят Два Вопроса Которые Мы Не Затронули Сегодня Первый Вопрос Это Как Дима Сказал Ликвидность И Опять Учитывая Что У Этого Автомобиля Уже Есть Фан Клуб И Включая Тех Людей Которые Хотят Его Но Не Могут Себ Позволить Что Стоит 3 Миллиона Я Думаю Что На Вторичке Он Уйдет Вообще Нормально Легко Спокойно Что По Хорошей Цене Я Думаю Что Все Это В Этом Плане Здесь Все Нормально Автомобиль И Второй Важный Вопрос Который Мы Вообще Не Коснулись Это Безопасность Да И Вот Здесь Казалось Что Нам Известно Нам Известно Что Здесь Технологии Вольво Но Евро НКАП Он Не Проходил И Даже Китайский Тест Краш Тест Он Не Проходил Он Проходил Независимый Китайский Краш Тест Который Каким Своим Правилом Делается И Мы Не Можем Ничего Сказать Про То Насколько Этот Автомобиль Действительно Безопасен Вот Это Действительно Важный Вопрос Во Всем Остальном Я Честно Скажу Если Он Не Подходил Смотрел Этот Автомобиль К Покупке Вот Потому Что Он В себе Сочетает Такие Качества Которые Ну Редко Где Встречаются В BMW X4 Пожалуйста Там Ценник Уже Другой Но К сожалению Нет В общем Единственное Что мы Можем Сказать Что Постарайтесь По максимуму Если Вы Выбираете Машину Удалить Из головы Тот Самый Пресловутый Снаряд О том Что Китайские Автомобили Это полное Говно И шлак И как минимум Просто прийти Посмотреть Протестировать И покататься Мы не заставляем Их покупать Ни в коем случае Вы покупаете То что вам нравится То на чем Вы покатались И сделали Свой Правильный Выбор Но Уже Смотреть На эти Автомобили Покупать Их Точно Можно Надеюсь Мы смогли Сегодня Раскрыть Для вас Тему Джили Тугела Вот И немножечко Тему Китайского Автопрома С вами Был Канал Автология Евгений Соловьев Дмитрий Лосьенко До новых встреч Пока Пока